Село имени академика Алькея Маргулана расположено на границе Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областей. На территории села находится рудник Аяк-Коджан, который производит катодную медь и нефтеперегонный пункт. Также развивается ООО Куктобе, которое выращивает КРС породы казахская белоголовая. В Экибастузском регионе в двух населенных пунктах выращивают зерновые культуры. И один из них – Маргулан. Спонсорскую помощь также оказывает ТО Евразия Купер Оперейтинг. Они вышли с предложением по посадке деревьев. Участки земли для высадки 2500-3000 деревьев на территории села, а также территорию для устройства детской площадки. По этому вопросу в данной кампании приезжал представитель. Предварительно мы посмотрели три участка вокруг села для разбивки парков. Данная кампания берет на себя высадку, полив данных деревьев и ограждения. Также еще планируем раздать каждому двору по два-три дерева для высадки ухаживающего двора вдоль улицы. И как бы за ней они же и ухаживают. Жители села приняли это предложение с радостью, но есть и сомнения по поводу сохранности саженцев. О высадке деревьев, озеленении нашего села, это конечно очень хорошо, но это должно все исполниться, если не будет скот ходить по деревне. А это у нас проблема номер один. Ну и что, что ограждать? А возле домов, по улицам, как ограждать? Это же будет, хотят же сделать так же, как эта первая улица, где полисадник. Поэтому это вопрос номер один. А то, что скот ходит по деревне. Скот без присмотра в черте населенного пункта. Проблема всех жителей села. Об этом рассказал начальник местной полицейской службы Ельнур Букаев, предупредив хозяев, что за самовыпас их ждут административные штрафы. После этого на трибуну поднялся Аким города Экибастуза со своим отчетом. Среди реализованных планов отремонтирована местная школа и построено футбольное поле с искусственным покрытием. А маргуланцев волнуют слухи об объединении Маргулана и Шикылдак. Вот, уважаемый Кайрат Тимисоточ, это прямо к вам. Мы жители села имени академика Аким Маргулана, города Экибастуза, Павлодарской области, выражаем озабоченность и несогласность с решением объединения села имени академика Маргулана с селом Шикылдак. Считаем, что это изменение скажется на развитии сел. Это несогласие обосновывается следующим. Село имени академика Маргулана является селом с высоким экономическим потенциалом. Населенные пункты находятся на расстоянии 70 километров друг от друга, что скажется на работе исполнительных органов власти. Оптимизация скажется на штатах и бюджетных изменениях в общеобразовательных, культурных, правоохранительных, социальных и иных структурах села. Это только для улучшения. Надо со всех сторон мы должны... Чем обосновано ваше несогласие объединения двух сел? Ветеринарный врач, он остается в селе. Участковый инспектор, он остается в селе. Представитель Акимата, он остается в селе. Который будет выдавать, имеет возможность выдавать справки и так далее. Все вы можете сделать. Надо посмотреть. Все там мероприятия, которые связаны с развитием села, они остаются в программе. Кроме этого, вот сейчас здесь находятся представители главы крестьянных хозяйств и обращаясь к ним. В этом году мы планируем строительство одного двухквартирного дома в селе Акимаргулана. За счет приобретения. То есть у нас есть проект с меддокументацией утвержденная. Порядка 16 миллионов тенге мы выделяем. Мы готовы приобрести для тех же педагогов, участковых или там врачей это жилье. В новом жилье они могут проживать. Все программы, кроме этого строительства вентиленарного пункта, она остается здесь. Также в программе на него выделяется 20 миллионов тенге. В конце концов, решили вернуться к этому вопросу чуть позже. Отчет Акима продолжился в селе Щекылдак. По традиции, сначала отчиталась Аким села Гульнара Инсибаева. Она рассказала о проделанной работе и поделилась планами на 2017 год. Аким города Кайратнукенов отметил, что в селе Щекылдак наблюдается рост поголовья скота. Но с ростом поголовья возникают проблемы. По государственным программам в кредит многие сельчане взяли поголовья крупнорогатого скота. В связи с этим стало тесно. Джайлау не хватает. Надо крупных фермеров обязать, чтобы они вывели свой скот подальше от села, в степь, чтобы там построили базы. Я и сам тоже хотел бы так же, но не хватает средств. Скажите, а для этого выделяются деньги из бюджета? Да, есть такая программа. Если вы построите и предоставите все документы по порядку, государство выделяет деньги по программе инвестиционного субсидирования, которая покрывает порядка 70% расходов. В двух селах Маргулан и Щекылдак есть летний водопровод, но трубы изношены. Аким обещал помочь в этом вопросе. Жители села сочли отчет Акима исчерпывающим, одобрив его, и выбрали делегатов на городскую отчетную встречу.